Вы знаете, по-моему, кто-то из более современных философов — не помню сейчас его имя, — сказал, что страдания — это просто часть жизни. Кто это говорит? По-моему, Будда или Скотт Пек говорит, что страдания — это часть жизни, что мы должны страдать. А вы говорите, что это не обязательно. Не могли бы вы разъяснить это чуть поподробнее? Естественно, те, кто страдает, должны радоваться тому, что страдают. Не так ли? Что им ещё остаётся? Будда не говорил, что жизнь — страдания. Он пытается объяснить вам, что можно жить за пределами страданий. Он говорит, что сейчас большинство людей существует, превращая свою жизнь в страдания. Но основная причина, что он чему-то вас учит, в том, чтобы донести до вас, что можно жить по-другому. Не так ли? Трудно сказать, насколько несчастным человеком был Скотт Дэйл. Мы должны понимать, люди делают заключения, исходя из неполной картины. Взять, скажем, психиатрию и прочее в этом роде. Такие люди, как Фрейд, сделали множество выводов о человечестве, абсолютно бредовых. И всё потому, что они изучали только больных людей. Им никогда не доводилось изучать Будду, не так ли? Они изучали только умственно нездоровых людей. И, основываясь на этом, делали выводы обо всём человечестве. А это не соответствует истине. Если вы способны породить страдания, значит, вы можете породить и что-то другое, не так ли? Тот, кто вы есть, что бы вы сейчас о себе не думали, о своей личности, о своих индивидуальных чертах. Всё это замечательно. Но в основе своей, если вы правда увлечённо, внимательно меня слушаете, вы не можете быть здесь как мужчина или женщина. Вы можете быть только некой жизненной энергией, верно? Если вы осознаёте, мужчина вы или женщина, это значит, что вы не до конца вовлечены. Вчера вы играли в игру. Когда вы увлечены игрой, если вы станете размышлять о том, мужчина вы или женщина, сможете ли вы играть? Когда ты всерьёз увлечён игрой, всё подобное отпадает, верно? Кто вы такие, какими видите себя, какие у вас способности и всё такое прочее. Разве это не отпало хотя бы на несколько мгновений, пока вы были в игре? Это игра — простое бросание мяча в кого-то. И видите, как легко ваши самоотождествления берут и отпадают. Забываешь о них, и они отпадают. Если сосредоточиться на чём-то ещё, они отпадают. Вот люди и стараются испытать это разными способами. Играют в игры, прыгают с гор, поют песни, танцуют, ещё что-нибудь делают, влюбляются в кого-нибудь. Всё это ухищрение людей в попытке увлечь себя чем-то, что заставит забыть об остальной ерунде, которую они напридумывали. Верно? Но ничто из этого невозможно поддерживать круглосуточно. Мы с вами обучаемся технологии, с помощью которой не надо ничего делать, чтобы так себя ощущать. Потому что если некое состояние связано с определённым занятием, никто не сможет посвятить ему 24 часа в сутки. Не так ли? Никакому из занятий. Будь то игра, пение, танцы, музыка, любовь или медитация. Вы не сможете заниматься этим круглосуточно. Это невозможно. Неприменимо к жизни, верно? Так вот, если вы в состоянии создать что-то на мгновение, нечто, что позволит вам ощутить некоторую свободу от страданий на мгновение, если вы создадите одно мгновение, разве вы не сможете создать ещё одно мгновение, а затем ещё одно, и ещё, и ещё, и ещё. Именно так вы создаёте свою жизнь. К счастью, мгновения не приходят к вам пачками. Они приходят только по очереди, верно? Или все одновременно? Одно за другим. Если вы знаете, как наполнить это мгновение благостью, вы можете жить в благости. Ведь так? Теперь о страдании. Пожалуйста, осознайте, люди способны страдать по любому поводу. Правда ведь? Люди страдают от собственного благополучия. Они страдают от болезней. Люди страдают и от одиночества, и от нахождения вместе. Не так ли? Люди страдают и от нищеты, и от изобилия. Люди страдают от неудобств, и люди страдают от комфорта, не так ли? Люди в состоянии страдать из-за чего угодно. То есть очевидно, что они создают страдания. Верно? Если подумать, та жизненная энергия, которую вы называете «я», порой пребывает в большой благости. Пребывает ли она временами в радости и благости? Порой в абсолютном смятении. Порой в умиротворении. Порой в агонии. Порой в восторге. Бывает с ней такое? То есть эта энергия может проявляться очень по-разному. Так если с ней всё это может происходить, если бы вы хоть немного владели способностью управлять своей жизненной энергией, на что бы вы направили жизненную энергию? На страдания или на радость? На радость. Так вот люди, не умеющие управлять своей внутренней системой, говорят, что страдание неизбежно. Страдание не является неизбежностью. Вы сами его создаёте. Если вы сознаёте это и возьмёте тело под контроль, стоит вам научиться лишь немного владеть своим телом, хотя бы от 15 до 25-30% вашей жизни и вашей судьбы будет в ваших руках. Задумайтесь, пожалуйста, если только владеть своим телом. Верно? Если вы сможете контролировать свой ум, овладеть собственным умом, то вы сможете контролировать по меньшей мере 40-60% своей жизни. Если вы сможете управлять своей жизненной энергией, вы возьмёте под контроль свою судьбу на все 100%. Вы сможете сами решить, как именно вы будете жить и как именно умрёте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok